В наше время люди и гиганты Если память не изменяет, самый большой рост человека примерно 2 метра 82 или 84 сантиметра Это согласно официальной научной версии То есть до 3 метров не так уже далеко, каких-то там 18 сантиметров То есть люди высотой примерно 3 метра, такое может быть И вот, например, когда Америка в Искуччи посещал... Второе путешествие Америка в Искуччи посещал Южную Америку и Центральную Америку И Карибские острова То он на одном из островов, я назову его названием Аруба-остров Аруба-Исланд И рядом с ним, я не помню точного названия Возле Венесуэлы Он увидел на этом острове целое племя гигантов То есть это не просто дефект гена Это именно... И тоже, я думаю, что это потомки ханаанцев Так как ханаанцы доплыли и до Южной Америки Перемешались там с местным населением И вот эти вот индейцы, возможно, потомки ханаанцев от местных женщин Ну, от местных индейских женщин И Америка в Искуччи увидел на этом острове Очень больших людей Примерно 36 человек Высокого роста, мужчины и 5 женщин Рост их был примерно до 3 метров в высоту Ну, я так ориентировочно предполагаю 2,7 метра до 3 метров в высоту Все гиганты абсолютно То есть это не просто дефект одного гена Это было целое племя гигантов То есть такое может быть И вот некоторые говорят, что такого быть не может Человек не может быть такого высокого роста Мол, все гиганты страдают какими-то болезнями И там быстро очень умирают Да, но дело в том, что, во-первых, не все А какая-то часть А во-вторых, были целые племена гигантов Возможно, даже есть и в наши дни Только неизвестно, где они сейчас там скрываются, находятся Но люди высотой 3 метра Могут быть и могут жить спокойно Никаких проблем в этом нет И никаких... Ну, просто у них такие гены Вот, что я хочу сказать по этому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! И по нуракской цивилизации Они оставили множество удивительных бронзовых фигурок Они оставили очень интересные формы вооружения Которые нигде в мире не встречаются Такая, даже, ну, потом после них, после их гибели Я думаю, гибель была частично свяжена По сугубо личному мнению С взрывом вулкана Санторини Ветер относил облака Ну, по всему Средиземноморью И в том числе и на остров Сардиния Выпадали кислотные дыжи Которые убили частично посевы этой цивилизации Там наступил голод Погибли все местные, ну, частично всеместные животные Ну, короче говоря, это все называется буквально Коллапс бронзового века Он был не только на остров Санделия Он был и в Анатолии Он был и по всему Средиземноморью И не было той страны, которая бы не пострадала Во время этого циклопического извержения Даты этого извержения варьируются от периода Раньше его называли примерно 1200-й год до нашей эры Потом вдруг там что-то произошло И резко в Википедии стали писать даты 1650-й Но я все-таки придерживаюсь более старой даты И я стоял, стою и буду стоять на том Что, возможно, коллапс бронзового века И наследствия народа в море Был вызван именно извержением вулкана Санторини И произошло оно примерно в 1200-м году до нашей эры Примерно, ну, может, там, в 1205-м Вот так вот Возможно, было перед этим еще одно извержение Там небольшое, там, 1650-м называют И ученые поэтому ошиблись И назвали вот это вот извержение другой даты Возможно, их было несколько Сначала было небольшое А потом вот масса вот эта циклопическая Произошло, как я еще раз повторю Примерно оно в 1205-м году до нашей эры В 1200-м году до нашей эры В это же время происходил конец осады Трои И вот если вы прочитаете поэму Если вы прочитаете поэму Гомера и Лиада То когда греки возвращались после осады Трои То на свой остров То, ну, одна из групп, там много их было То, согласно этой поэме, внезапная страшная буря и цунами Подхватила их корабли И отнесла их аж до острова Мальты И Сицилии То есть это могло быть Именно вот это вот извержение вулкана Санторини Там был циклопический взрыв Гигантское цунами Высотой примерно 100-150 метров волна И она с легкостью могла подхватить вот эту вот часть Ну, небольшую группу вот этих греческих кораблей И отнести аж до Сицилии И до острова Мальта Это все написано в греческой поэме Хочу сказать про цивилизацию нурагов Помимо того, что они оставили Различные, ну, там сотни, если не тысячи бронзовых фигурок Изображающие их, их быт, их воинов, их людей Которые жили в то время бронзовыми Кстати, неоценимые, ну, как будто вошина времени Можно посмотреть, что происходило в прошлом Также они оставили так называемые статуи гигантов По крайней мере, так их некоторые люди называют Ну, довольно-таки высоких людей, статуи И тоже можно было бы сказать, что они Ну, примерно, вот, если их полностью собрать То они выше обычного человеческого роста Цивилизация нурагов уникальна Есть у них там даже небольшая ступенчатая пирамида Которая очень древняя Которая очень древняя Как я уже сказал, там огромное количество башен и замков То есть, они были воинственные Постоянно вели войну У них есть интересная форма Расположение ножей, как защитного оружия Они были вооружены У них есть очень, кстати, еще одно косвенное предположение Что они были гигантами У них были очень длинные бронзовые мечи Ну, частично медные В основном бронзовые, конечно Длина была, ну, аномально длинной Больше даже, чем длинные кельтские мечи И длина их мечей была приблизительно Как вот человеческий рост То есть, гипотетически можно было предположить Что эти мечи использовали довольно-таки высокие люди Выше, чем обычный человеческий рост И их там тоже огромное количество Я покажу их фото Огромное количество обнаружено Субтитры сделал DimaTorzok Вот все, что я хотел сказать О данной цивилизации И всем посоветую посмотреть это видео О древней, уникальной цивилизации нурагов На острове Сардиния Субтитры сделал DimaTorzok 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...